МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю, что вы плотно отслеживаете эту военную кампанию, которая началась 27 сентября здесь. И вот с 9 на 10, я так понимаю, день именно 10, по сути, получается, что наступило то самое перемирие, о котором несколько раз говорили. Но на этот раз оно несколько по-иному произошло. Здесь было активное содействие российской стороны, подписано заявление руководства Азербайджана, России и Армении, согласно которому без боев армянская сторона освобождает минимум 3 района. Это до 1 декабря поэтапно. При этом буквально первый кельбаджарский район они должны освободить, согласно этому заявлению, уже 15 ноября. 15 ноября, мягко говоря, не за горами. Так что мы будем видеть, что и как будет происходить. Но в этой связи я хотел бы ваше мнение, именно как военного, с точки зрения в целом военной кампании и ее итогов, ну, занятия высот, стратегических направлений и так далее. Вот ваше мнение, ваше видение по итогам этой войны. Ну, я считаю, что вы одержали победу, даже несмотря на то, что фактически половина территорий не подверглась интенсивным боевым действиям. И не просто победу в возвращении своих территорий, но и занятия господствующих высот. В частности, город Шуша, он является не только ключевым в плане транспортного коридора, но и в плане господствующих высот. В принципе, это, можно сказать, центр и середина всей той территории, которую вы не контролировали до 10 числа. Поэтому я считаю, что, в принципе, вы одержали хорошую военную победу, которую вам теперь необходимо закрепить политическими договоренностями и особенно добиться их выполнения. Ну, разумеется, тут, скорее всего, будет очень долгий такой политический процесс. Есть еще один момент, о котором, в принципе, в заявлении говорится, о том, что беженцы и вынужденные переселенцы возвращаются в регион Нагорного Карабаха и районы вокруг него. Это действительно такой очень важный для нас момент. Почему я скажу? Потому что в результате той войны в 90-х выселяли, этническим чисткам подверглись только азербайджанцы. Армяне-то там остались. Более того, была искусственная политика по заселению этих территорий сирийскими армянами в частности. Вот как вы считаете, с точки зрения желания Армении, мы это всегда видели, что Армения хочет Карабах не просто своим, она хочет его этнически чистым, то есть чтобы только с армянами. Сейчас же эта договоренность, это заявление предполагает все-таки возвращение. Как вы полагаете, все-таки это ставит крест на тех планах сделать Карабах исключительно этнически чистым? Ну, думаю, что да. На сегодняшний день политика мультикультурализма и политика, она превуалирует, а политика обособленности, она наоборот сегодня уходит в прошлое. И поэтому сказать, что там действительно надо делать этнически чистым регион и отслеживать там родословную и так далее. Сегодня даже такое государство, как Израиль, и то дает пославление в плане национальной принадлежности и родословной в семьях, которые переселяются на его территорию. Предоставляет гражданство многим лицам, которые не являются евреями по национальности. Поэтому здесь абсолютно правильная позиция Азербайджана в том плане, что надо создавать смешанное общество и надо учиться жить вместе и решать вопросы вместе. Тем более опыт у двух народов, и армянского, и азербайджанского, более чем богатый. И он заключается не только даже в нашем регионе. В той же Украине в одном городе маленьком, большом азербайджанцы и армяне живут. По-разному можно, конечно, оценивать, но живут же. Понятное дело, что здесь это возможно. Но у нас, да, вы абсолютно правы, у нас диаспоры есть в каждом городе. И более-менее крупный город уже есть какая-то диаспора, и как представители Азербайджана, так и представители Армении. И, слава богу, мы как бы уживаемся, не воюем и не проливаем кровь друг друга. Поэтому я думаю, что, да, возможно, это надо преодолеть какие-то страхи и какие-то сомнения. Но, в общем-то, в принципе, особых проблем в совместном проживании я не вижу на сегодняшний день. Ну, разумеется, да, если это получается за пределами региона, почему здесь? Понятное дело, что война оставляет какие-то отпечатки, какие-то раны, но раны излечимы. То есть надо просто этого хотеть и желать. Я хотел в одного момента коснуться. Мы с вами об этом говорили. Помните, когда еще война была в активной фазе, говорили о том, кто принимает решение, кто лучше понимает эту ситуацию с армянской стороны, военные или политики. Так вот, есть заявление главы Генштаба вооруженных сил Армении. Он говорит, что решение о прекращении огня было принято в том числе по его предложению. Таким образом, военные пытаются разделить ответственность политической властью. То есть потому что претензии к политической власти, которая именно и подписала это, в данном случае, премьер-министр, там колоссальные с армянской стороны. Если эфирное время позволит, мы и этого коснемся. Но в данном случае так военные пытаются разделить ответственность? Нет, я думаю, что в данном случае вряд ли. Скорее всего, ответственность в любом случае лежит на политиках. Они принимают решения. Просто военные высказали свою точку зрения в плане сохранения личного состава, техники и вооружений. Фактически, группировка оказалась практически в окружении, без возможности пополнения личным составом, что самое главное, техникой, боеприпасами, продовольствием, горюче-смазочными материалами. И поэтому, фактически, это было бы бессмысленное кровопролитие в плане гибели военнослужащих. Поэтому военные просто высказали ту реальную ситуацию на месте, они донесли до политического руководства. Я бы так сформулировал. И в данном случае, я считаю, что политическое руководство возобладало здравый смысл. И они приняли, в принципе, политически правильное, обоснованное решение прекратить боевые действия на данном этапе. Ну, по поводу этого решения мы еще постараемся поговорить. Наверное, оно все-таки было на тот момент единственно возможным с армянской стороны. Скажем, ну, как бы упираться дальше смысла особого не было. Но смотрите, глава правительства Армении Никол Пашинян, он говорит о том, что дважды пытались они вернуть город Шуша. Он говорит о том, что это было для них очень важно и так далее. Как вы думаете, во-первых, были ли шансы после утраты у них с учетом хода боевых действий вернуть себе Шушу? Это один мая. И кажется ли вам, что именно это стало именно переломным моментом, которое и привело их к подписанию того самого заявления в ночь с 9 на 10 ноября? Ну, я вам скажу, что город Шуша просто в данном случае, еще раз повторюсь, он стал золотой карточкой. И фактически это лишило снабжения всю группировку, которая оставалась в самом Карабахе. Попытки предпринять ответный штурм или вернуть город под свой контроль не увенчались бы успехом. Почему? Потому что для этого надо было делать перегруппировку войск, причем делать ее заранее. И вообще, если они собирались удерживать город Шуша продолжительное время, то с точки зрения военной надо было перебрасывать тяжелую технику и вооружение со Степанакетой и делать из города укреп район. Но так как этого сделано не было, то уже вернуть или перегруппировать войска они не успевали. Ваша армия продвигалась бы дальше вдоль дороги или, допустим, мелкими группами сил специальных операций и легкой пехоты вы проходили бы по пешим тропам. И фактически могли бы уже дойти до Степанакерта и там уже решать военным путем освобождение этого города. Поэтому я думаю, что да, скорее всего, потеря города Шуши и невозможность его в той ситуации, которая сложилась, вернуть силовым путем в кратчайшие сроки и могла послужить основной причиной того, что было принято решение о подписании вот этих документов. Кстати, по поводу вот, ну армяне называют Степанакерт, мы называем город Ханкинди, разумеется. Смотрите, они действительно признают, что, ну Пашинян тоже это сказал, о том, что если бы все продолжилось в считанные дни, мы потеряли бы и этот город, он попал бы под окружение. Как вы думаете, только лишь ли это стало неким отрезляющим моментом? Я что имею в виду? Вот смотрите, попытка перемирия на 10, 18, 26 октября. И для любого человека очевидно, что если перемирие было бы по этим датам, скорее это было бы лучше для Армении, чем это делать уже 10 ноября. При этом, как вы, как и многие, большая часть экспертов, я еще не говорю даже государства, там, наверное, там чисто военные люди в регионе, наши соседи, они прекрасно понимали, скажем так, соотношение силы, понимали, чем это в итоге закончится. Что не давало им возможность тот же 11, 18, 26 идти на перемирие? То есть реально они надеялись, что им все-таки удастся что-то поменять, да? Ну, это называется быстрая война. Они хотели использовать перемирие именно в качестве наступательных действий. То есть коротких блицкригов в плане там бросков отбить по утерянной позиции. Вы прекращаете, ну, как бы выполняете перемирие, а они в это время используют его в качестве военных действий. Это дело, это связано, скорее всего, с тем, что они не успевали переманеврировать войсками. И переброска большого количества личного состава, а особенно тяжелого вооружения, она была практически невозможна. Они упустили этот момент изначально. Видимо, вот то, что они создали миф непобедимости и сами себя убедили в том, что Азербайджан никогда не решится на военную операцию по освобождению Карабаха, она и привела к тому, что, смотрите, мы сейчас оцениваем там самое большое количество войск, сосредоточенного в самом Нагорном Карабахе и непосредственно, непосредственной близости от самой столицы Карабаха. А все остальное, как оказалось на самом деле, все остальное было в виде опорных пунктов, застав и фактически не имело такой глубинной линии обороны для того, чтобы отходить с одной позиции на другую. Если вы их выбивали с опорного пункта, все, дальше превращалось это отступление в бегство, потому что зацепиться за голую землю, ну, практически нереально. Поэтому я думаю, что это тоже сыграло свою роль в плане управляемости войсками и неспособности удержать те позиции, которые армянская сторона занимала на период ведения боевых действий. Отсюда и то, что они даже после того, как начали терпеть поражение на Южном фронте, они все-таки почему-то не до конца подумали или не верили, что так быстро азербайджанская армия не только дойдет до Шуши, но она ее и возьмет. То есть вот это ощущение они... для них это, кажется, стало сюрпризом. Ну, это само собой сыграло роль, это раз. Но второе, я думаю, что были здравые головы в генштабе и вооруженных сил Армении, но характер местности и погодные условия могли воспрепятствовать тому, что они начали. Фактически, смотрите, за всю военную кампанию они ни разу не провели более-менее крупного перегруппирования сил. Не с переброской из центра, допустим, на Южный фронт, а с переброской из Северного фронта, опять же, в центр или на Южный фронт. Они уже фактически не успевали. Темп наступления, несмотря на то, что у вас был, я бы не сказал, что там скоростной, вы методично продвигались вперед, в основном используя огневое поражение противника. Но в любом случае они не успевали перегруппировать войска и создать, даже создать более-менее какую-то группировку для нанесения мощного контрудара. У них тоже это уже не получилось. Еще раз говорю, они, видимо, не готовились серьезно к оборонительной операции. Ну, а им все-таки казалось, что тот буферная зона, те укрепрайоны, которые они сделали, они непреодолимы. Все-таки они были убеждены, что войска этот рубеж не перейдут. А когда уже перешли, плана Б не оказалось. Ну, это даже хорошо. Я хотел бы еще одного момента коснуться. Дело в том, что, ну, то, что они проиграли, это очевидно. Да, сейчас выводят войска и так далее. Это вообще-то называется капитуляцией. Но все это имеет сейчас очень большой волной, как цунами. Оно дошло и до Еревана. И сейчас вот очень сильно там политические перетурбации. Сейчас буквально на улице, ну, какие-никакие оппозиционеры выходят. Есть протесты. Днем ранее вообще было ужас. Там они разгромили парламент, зашли в правительство. Спикера избили просто на улице, да, парламента и так далее. Каким вам видится вот это направление? Удастся ли власти там сохраниться? Если удастся, то какой ценой? Потому что, как вы точно сказали, в принципе, да, военные что-то там говорят. Но подписал-то правительство Никол Пашинян. Ну, и, наверное, он будет нести ответственность в их глазах. Ну, насколько я знаю, он даже уже сделал заявление, что он берет на себя политическую ответственность по происходящему. В частности, по подписанию этой капитуляции. Я думаю так, что дальнейшее развитие событий в Ереване, оно будет идти по сценарию смены политической власти. И Никол Пашинян, как человек, который принял такое тяжелое политическое решение и подписал эти документы, ну, будет вынужден уйти в отставку под давлением общественности и патриотично настроенных сил в Армении. И, скорее всего, Российская Федерация здесь предпримет попытку восстановить более пророссийское или лояльное российской политике руководство в самой Армении. Так что, следует ожидать следующий шаг в политическом плане. Это смена политического руководства в самой Армении. На ваш взгляд, краткосрочная перспектива или среднесрочная? Я думаю, краткосрочная. Я думаю, что в 2021 году в Армении будет проводить как президентские, так и парламентские выборы. То есть полное обновление. Ну, надеемся, что там к власти придут люди, которые более-менее, скажем так, с ними вести диалог можно, потому что мы в любом случае соседи, и, наверное, отказываться от того, чтобы общаться было бы неправильно. Но риторика нынешней власти Армении, которая выжигает все мосты, все вокруг, это, конечно, весьма и весьма сильно разочаровывает. Олег, огромное вам спасибо, что нашли время, присоединились к нашему эфиру и ответьте на наши вопросы. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала СИБС был специальный выпуск. Специальный выпуск вел я, Санан Заев. Гостем специального выпуска был Олег Жданов, украинский военный эксперт, бывший сотрудник Генерального штаба Украины. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»